Я сейчас через свой ноут открою вот эти письма, которые были переведены на листовке, и мы, может быть, с них что-то подбираем. И я думаю, смотри, мы это письмо отправим на БЭК, мы на ее помощницу отправим, там Лене еще тоже дали визиточки, и я тоже думаю, что мы это же письмо можем направить на наших. Кстати, дошло это, отправили же посольство, это отправило на Мэрку. Вот мы снова приехали в Германию, в Берлин, сегодня 8 мая 2017 года. А лично для меня этот день, 8 мая, это день памяти обо всех, кто погибли во Второй мировой войне. В первую очередь мне бы хотелось, чтобы своей акцией провозгласить, чтобы мой месседж дошел до жителей России, так скажем, о оккупированных украинских территорий, что Вторую мировую войну начали 1 сентября 2039 года, гитлеровская Германия вместе с Сталинским Советским Союзом. Эти две страны начали самую страшную за мировую историю войну. И 8 мая самая главная часть войны была победа на Германии закончена, а сама Вторая мировая война закончилась только аж 2 сентября 1945 года. И самое главное сейчас в контексте нашего украинско-российской войны, что немцы поняли, что они совершили, начали эту страшную войну, а Советский Союз и часть Советского Союза, это Россия, они до сих пор не поняли, что они участники, не участники, а организаторы этого страшного массового убийства. Немцы осознали и всеми своими действиями, и на сегодняшний день политическими действиями, останавливают все, что можно, лишь бы не было кровопролития. А Россия участвует в этом кровопролитии и продолжает другие войны. И не понимает ответственности ни народ, ни страна не понимает ответственности за то страшное горе, которое они совершили. Ну и мы приехали, вот видите, с плакатами тех, кто находится на сегодняшний день не в плену, а тех, кто также благодаря Российской Федерации попал в этот плен, чтобы поддержать матерей этих родственников, тех заложников, которые находятся сейчас на оккупированных территориях Луганска, Донецка, Крыма, ну и можно сказать и в Москве, политических заключенных в Москве, украинских. Мы хотим поддержать их, чтобы мировое сообщество еще раз внимательно и посмотрело на это. Мы рады, что благодаря нашей помощи в прошлом году в Страсбурге было принято решение, что это в Украине происходит не гражданская война, а российская агрессия. Но сейчас мы хотим привлечь внимание мировой общественности к судьбам этих военнопленных, заложников, которые находятся на этой территории. Я приехал поддержать матерей, моя жена Лена с ними длительное время боролась за мое освобождение, и вот вместе с Берегиней, общественной организацией, они тоже приехали с нами. Ну я хочу сказать, что для меня 8 мая тоже очень памятный день. Мой папа воевал, и в 45-м он нашел до Берлина, а я говорю, что я вот в 17-м году. В 2017-м году, 8-го мая, тоже здесь, в Берлине, возлагаю цветы погибшим всем солдатам. Для нас этот день очень важен, потому что в заложниках у ЛНР находится еще 128 наших ребят. К сожалению, не всех еще подтверждают местонахождение, но мы надеемся, что добьются наши официальные власти, добьются и вскоре произойдет все-таки освобождение. Сейчас мы из Берлина поедем в Марбург, там 11 мая будет открытие фотовыставки под названием «Дети. Война в Украине». И там наша организация «Берегения» выставляет тоже фотографии детей, у которых папы находятся в плену. Также снят фильм сейчас об этих детях, у некоторых, у небольшой части этих детей. Помогли снять фильм канала АСИ-ТВ «Факты Тышни». 20-минутный фильм будет представлен 11 мая. И запланированы встречи у родственниц, запланированы встречи с немецкими депутатами благодаря посольству, нашему посольству здесь. И 11 мая они еще пообщаются с депутатами, сделают свои обращения с просьбой более активизировать, помочь активизировать процесс обмена. Меня зовут Наталья Герасименко. Я жена Николая Герасименко, которая находится в плену с 9 февраля 2015 года. Больше двух лет. Три первых месяца Коля вообще не выходил на связь. Потом он вышел на связь и могла ему передать и посылки, и гуманитарку, медицину, все. Потом их перевели в Макеевское СИЗО. В Макеевском СИЗО связь пропала, звонки не разрешают, посылки не разрешают, никаких геенических передаваний, ничего мы передать не можем. Поэтому сейчас на данный момент очень большая проблема, даже с гуманитарными передачками. И он начал писать письма. За 8 месяцев я получила 3 письма. И в письмах они понимают, что безнадега такая у них, они не верят в то, что это все будет скоро, что это будет завтра, через 2 недели, через месяц. И просят хотя бы наладить контакт с посылками, чтобы они получали эти посылки. Мы много туда обращались, обращались и к президенту, и в СБУ, и в Миноборону, и ко всевозможным волонтерам. Мы приехали уже в Германию, просим международное сообщество нас услышать, помочь нам в этой проблеме. Потому что понимаем, что сами мы это решить не можем. У Коли двое детей, племянники, которые хотят его видеть, которые его помнят, которые хотят, как говорится, увидеть дядю уже, которые выросли, у которых уже есть какие-то свои моменты в жизни, которые он пропустил. Просим, просим о помощи. Я слугак Елена Линішна. Мой сын, слугак Руслан Иванович, потрапил до полону в час силовайских событий. Дома мы ждем двое маленьких детей и дружина. Син потрапил до полону, когда служил в 40-м батальоне Криваз. Виходячи 2 сентября, он подорвался на растяжке и был забран в полон поранен. Потому что он поранен и находится в лекарне имени Калинина, нам сказали волонтеры. У него есть подтверждение, его медичная карта, когда он находится там. Потом волонтеры сказали, что привозили его в Ростов-на-Дону, повертали снова на территорию Украины. В связи с ним нет, так как батальон Криваз та сторона считает, что они карательный батальон. Но это территориальный. Он, как сказать, мобилизованный. Чекает дома его дружина, двое маленьких детей. Настя, уже у нас дочка его старшая, пошла в 2-й класс за этот период, пока его нет. Денис уже подріз, собирается в этом году идти в 1-й класс. Настя каждый вечер пишет татове листи и складает под его портрет. А Денис, играется в футбол, у него все, у него все, у него батьковое. И он также чекает батька. Когда был маленьким, у него была такая игрушка, ежачок резиновый, в которой он собирал все свои ценности, которые у него там были, у маленького хлопчика. Чи копейка, чи жучок, який еще кабинет, чи какая-то игрушка. Он все это складывал, это ежачок, чтобы отдать тому дядю, который вернет его отца. Мы надеемся, что Евроспільнота таки допоможе нам, кто-нибудь дослушается до нашего крику, что мы просим допомоги, потому что Украина осталась один на один из такой бедой. После нас может быть Прибалтика, может быть Польша. Поэтому мы просим вас, допоможите нам и допоможите вернуть наших детей в полон, которые находятся в неймовірно тяжких условиях. Они там раби. Это подтверждают очень много волонтеров, которые видели их там. Они и поля обрабатывают вручную, и по хозяйству, и всю черную работу, и в копанках находятся. Дуже много наших хлопцев находятся там и ждут, что все-таки вызволим и вернемся домой. Украина делает все для того, чтобы вернуть. Но та сторона каждый раз снова и снова начинает шукать отмоги, чтобы не вернуть наших детей домой. Поэтому я обратюсь к вас как мать, как женщина. Бабуся – это двух маленьких дядей, которая просит вас обратить внимание и вернуть моё дитя домой. Благодаря Катерина, дружина Глондаря Сергея, третий окремный полк спецеального призначения в Кропивницкий. Також я представляю Кринкова Олександра, його побратима. Другие парни, которые попали 16 люта 2015 года, при приездии из Дебальцева они сопровожили колону. В складе группы было девять человек, двоих раненых, двоих загинули, пять попали в полон. Двух освободили 6 квитая 2015 года, одного в серпне 2015 года и двоих на данный момент по сегодняшний день находятся в полон. Это Олександр и Сергей. На данный момент майже рюкзам и звезда не имеет. Мы получили 4 письма, где они пишут, что их выводят 2 часа на прогулку утром и 2 часа в вечер они смотрят телевизор. Пишут также, что мы им передали речи, посылки по возможностям. Также у меня человек жалуется, что у него проблемы с здоровьем, у него контузия, у него, блядь, сильно в ухо, у него голова разбита в двух местах. На данный момент они находятся в городе Макеевка, в 97-м колонии города Донецка. Также мы обратились к разных представителей нашей власти, где просили про помощь. Но на данный момент процесс заблокованный. Мы сегодня приехали сюда, чтобы нам помогли, чтобы как-то объединялись все вместе и помогли не только в связи наших родителей, а и всех ребят, чтобы их вернули домой, до своих родителей. Продолжение следует...